Друзья, рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Это снова программа «Влияние», снова мы встречаемся с вами и добрый вам вечер, приветствую вас, доброго вам утра в Европе, доброй вам ночи на восточном берегу Америки. Обещал, анонсировал, что у нас Нелли Мертис. Нелли, приветствую. Рада видеть вас, слышать вас в будущем, дорогие телезрители, так как я вижу всегда активная реакция, все звонят на студию и много задают вопросов. Но надеюсь, что в этот раз некоторые из ваших вопросов будут разрешены, потому что мы продолжаем тему «Водительство Духом Святым». Ну тогда вопрос, который я задам тебе сразу, как говорится, с корабля и на бал. Вопрос следующего содержания, ты говоришь, была реакция. Звонили тебе, как результат нашей беседы прошлой, это первый вопрос. С какими вопросами обращаются зрители в основном? Ну так, скажем, в подобляющем большинстве, что интересует людей? Потому что прослушали, у нас были три программы с тобой или две, да? Четыре. Раз, два. А, четыре, да, четыре программы. Так вот, что особый интерес вот в нашей беседе вызвало у телезрителей? Можешь сказать? Да. Большинство людей интересовались тем, как начать слышать голос Святого Духа. Где этот переломный момент, где рубеж, который они должны перешагнуть для того, чтобы встретиться с Богом? Многие люди не представляют, насколько это просто слышать Бога. И они спрашивали меня, какие большие подвиги совершила я, чтобы Бог дал мне дар пророчества? А были тритики или нет? Нет, ни одного. Павел. Очень много пожилых людей звонило, но в основном звонили люди нашего возраста, но также звонили и из молодого поколения. Люди, которые нуждались в служении освобождения, потому что мы несколько моментов задели служение освобождения, они спрашивали, приеду ли я опять в Америку, могу ли я послужить в освобождении. Я не знала, приеду ли я в Америку, поэтому это чудо Божие для меня, что я нахожусь здесь. Но я служила в освобождении по телефону, так что американцы имели благословение через канал телефона. Ну ты считаешь, что та платформа, которую мы имеем и которая называется «Импакт», она открывает нашим зрителям, нашим друзьям, скажем, нашим братьям и сестрам, нашим соотечественникам, нашим русскоговорящим, которая с нами встречается регулярно, она открывает или приоткрывает вот сама тема, и эта платформа «Импакт», она приоткрывает завесу, что пророческое служение, ну, очень важно в церкви. Ты считаешь или недостаточно? Я думаю, не только приоткрывает, но сделала огромный толчок. Даже так? Многие люди спрашивали меня и говорили, что практически они первый раз на «Импакте» услышали эту тему, и многие утверждали то, что на других каналах нет вообще этой информации. Я не знаю, с чем это связано. А я тебе скажу, с чем связано, Нанеля. Ну, будем на чистоту, без интриг, но на чистоту. Когда я узнал, что некоторые из церквей, которые приглашали тебя, в последний момент некоторые из служителей умыли руки, я был расстроен, а бескультурием я был расстроен. И я понял, что ты должна иметь намного широкую аудиторию, дабы преподать, преподнести и изложить вот то ведение относительно пророческого служения, в чем ты упражняешься многие годы. Я болезненно, скажу тебе так, воспринял это. Хотя я, ты же знаешь, я пятидесятник. Ну, кто-то говорит, что я баптист, кто-то меня сопричисляет с харизматом. Но я болезненно воспринял, что пригласив тебя, ну, для того, чтобы там иметь некоторые уроки или где-то в школах там что-то преподавать, в последний момент спрыгнули с вагона, как говорится. Вот, и это, и умыли руки. Мне это непонятно, я так не поступаю, то есть меня такого нет. Даже человек, который может мне не по нраву, я обязательно, если я пообещал, что он должен быть на влиянии в прямом эфире, то есть я должен исполнить свое слово. Поэтому такая небольшая ремарка, что эта платформа и сама тема, семинары, которые ты преподаешь, то есть учение о служении пророческом, оно очень важное служение. Но мы перейдем, мы перейдем. У нас, мы говорим, будем иметь 5 эфиров, не меньше с тобой, да? Поэтому, когда вот ты говоришь, не знаю, почему и прочее, почему я здесь, я тебе отвечаю, что когда ты мне позвонила, ты мне не жаловалась, это я у тебя слово за слово вытягивал. Каким образом ты в Америке и прочее, кто тебя пригласил, то есть ты мне не жаловалась, я говорю, как на духу, в прямом эфире, врать не буду, что ты мне не жаловалась. Я начал спрашивать тебя, как ты оказалась здесь, то другое, какие у тебя встречи, служения, с кем, как, почему. Поэтому вы видите, друзья, что то, что я вам сказал, этого не вырежешь уже, оно так и пошло в прямой эфир. Я открыл свое сердце, что есть такая культурная составляющая в наших взаимоотношениях, которые мы как служители не имеем права переступить. Если я тебя пригласил, так сохрани мне в этом Бог, чтобы я в последний момент не брал телефон или не явился навстречу. Сохрани мне в этом Бог от этого греха. То есть я должен все-таки выдержать честь служителя, иметь слово, говорить слово, за которым стоит авторитет. Не буду прилагать толкование, Нелли. Так вот, смотри, возвращайся к теме, мы пойдем в тему, и помоги нам в этом Господь. И это знаменито, первое послание Тимофею, знаменито. Четвертая глава, ты можешь даже знать, о чем я буду говорить, не сомневаюсь. Первый стих, четвертая глава. Дух же ясно говорит. Все. Дух же ясно. А что в последние дни? Нет, это понятно, но Дух же ясно говорит. Вот об этом мы будем говорить в беседе с тобой. Дух говорит ясно. Правда? Я специально подготовила тему направления этого текста. Здорово, здорово. Как говорит Дух Божий и как лжет сатанинский Дух. Вот, представляешь. И второе место. Ты знаешь, мне прислали некоторые из твоих семинаров по e-mail, и я увидел, что 20... Я раньше читал 23-ю Иеремию. Много читал. Но настолько этот раз, когда я прочитал 23-ю Иеремию. Насколько емко, насколько метко. Когда я проходил как в библейской школе, так в частных беседах, проповедях, мы эту главу пробегаем, пробегаем чтением. Но последние несколько дней я увидел, насколько Господь конкретно, определенно говорит к тем, которые несут пророческое служение и даже имеют статус пророка, так скажу. Поэтому это очень интересная глава. Друзья, прочитайте ее на един. Итак, 28-й стих. «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон, а у которого мое слово, пусть говорит мое слово как? Верно». То есть, если это сон, говори как сон. Не говори, что это от Господа. Но если у кого мое слово, говори мое слово верно. Пожалуйста. Если отвечать на свой вопрос... Это даже не вопрос. Это небольшое вступление, что мы будем вращаться относительно пророческого служения. Почему оно важно? Что за этим стоит? Кто за этим стоит? Мы будем говорить и о пророках, и о лжепророках, и о псевдопророках. Продолжаем. Вот ты начал с текста «Дух же ясно говорит». Божий Дух говорит конкретно, ясно, целенаправленно, не размыто. Поэтому мы можем доверять Божьему Духу, и его характеристика отмечена вот ещё в Старом Завете. Как функционирует работа Святого Духа? Дух Святой не даёт предполагательные варианты, он даёт конкретно, целенаправленные. Потому что ещё в Старом Завете было написано, кто может сказать о событии прежде его совершения. Мы можем сказать только о совершённых фактах, потому что они сзади нас. А Бог написано, я говорю событие, я сообщаю событие, прежде чем оно произойдёт. Кто может это сделать? Таким образом, Бог направляет нас через свои советы для того, чтобы привести нас к своей цели. У Бога свои цели, как для моей поездки, так и в общем. У Бога глобальные цели. Мы смотрим с ракурса нашего узкого мышления, видим наши бытовые, каждодневные цели. Бог решает свои задачи мирового порядка, поэтому Он как рычагом двигает нами в этом мировом порядке. Но чтобы мы могли быть Его рычагами, или, как мы говорим, любимое выражение, Его сосудами, нам нужно подчиниться Его воле, нам нужно навострить своё ухо, чтобы слышать Его голос, нам нужно настроиться на то, что я не свою волю исполняю, не ради себя живу, не ради своей славы, не ради своих интересов, не ради своей позиции, не ради даже своей семьи я живу. Я живу для того, чтобы выполнить волю Его. Потому что Иисус сказал, я пришёл для того, чтобы исполнить волю Отца. Иоанна 6, 38. А для чего я пришёл на землю? Чтобы исполнить мою волю? Чтобы реализовать свои таланты, свои способности для украшения моей жизни? Нет. Библия показывает нам, неважно, пророк я, или у меня есть видение, или есть ещё какие-то другие формы откровений, все они преподаны мне с одной целью – прославить имя Иисуса Христа. И если эти способности сверхъестественного порядка я получаю от Бога, они должны к Нему и возвратиться. Они не предназначены для утверждения меня как Личности или для моего пьедестала. Всё, что я получаю от Бога, Ему принадлежит. Помните, даже к Коринфянам 4 глава написано «дары, которые вы получили». Получили вы их или они как-то автоматически у вас образовались? Не всё ли это от Бога? Конечно, это всё от Бога. И к Богу возвращается. Так что сейчас мы заметили текст о видениях. Видения, приходящие от Бога, они всегда конкретны, ясны, внушительны, убедительны. Даже когда человек видит сон, вот о снах мы читали 23 глава Иеремии, даже когда человек видит сон, и он весь размыт, непонятный, неконкретный, сюжет переполнен какими-то эмоциональными стрессами, элементами переполоха или сумбурные, мы можем сказать, что эти сны или эти видения не происходили от Божьего источника. Потому что сам человек тоже может являться источником, мы об этом говорили в прошлый раз. Также в видениях. Божий источник всегда конкретный и ясный. Если человек говорит, я видел что-то, то ли слон, то ли муха, конечно, это не видение от Бога. Это или иллюзионист, представляющий себе какие-то образы в воображении, или это человек, находящийся под влиянием демонического обмана. И он пытается сосредоточиться, настроиться, что-то увидеть, что-то воспринять, может быть, нарисовать даже какие-то эскизы в своем разуме, какие-то образы в своем разуме. Но если Бог не вложил в мой дух информацию в виде картины, движущейся или застывшей, а я начинаю создавать в себе потуги, напрягая, что-то увидеть, может быть, я что-то увижу, то, скорее всего, это не будет видение. Тогда, когда мы видим Божье видение, мы не напрягаемся что-то увидеть. Мы открыты, мы свободны, мы пребываем в состоянии мира, и в эту секунду мы получаем картину от Бога. Конечно, видения могут быть очень краткосрочные, видения могут быть растянутые, видения могут быть сюжетные или какие-то животные, какие-то моменты жизни могут предстать перед человеком. Так что Бог дает каждому видение. Я говорю слово «каждому». Некоторые люди предполагают, что видение предназначено для избранных. Пророчество предназначено для избранных. Я начала с того, что это просто. Каждый из вас может пророчествовать. Вспомните этот текст в Писании, 14 глава Коринфяна. Что означает «каждый»? Каждое дитя Божье, рожденное свыше, может пророчествовать. Но когда ты говоришь «пророчествовать», приложи толкование, потому что в нашем слововосприятии этого слова значит «я должен говорить человеку в его будущее». Вот так мы ассоциируем, как только звучит слово «пророчество», в нашем христианском мышлении, мировоззрении, оно ассоциируется с тем, что я должен говорить относительно будущего человека, относительно, что его ждет завтра, послезавтра или третьего дня. Когда ты говоришь «каждый может пророчествовать», имеешь ли ты в виду, что мы не просто можем говорить «укрепись, ободрись, Бог на твоей стороне, так говорит Господь, я проведу тебя и помогу тебе». То есть можем ли мы в пророчестве просто применять слово Божие из псалма, когда Господь, то есть Давид выражает Богу чаяние своей души, или обязательно в этом пророчестве, о чем ты говоришь, каждый может им пророчествовать, должен обязательно присутствовать элемент будущего. Видишь, коснемся корня слова «пророчествовать». Слово «пророчествовать» происходит от старославянского языка «прорекать», «провозглашать будущее». Но так как Павел уже отметил в 14 главе, что значит пророчество, цели пророчества, утешение, наставление, увещевание, вразумление, но Иисус в 14 главе Иоанна отметил, 26 стих, по-моему, что будущее возвестит вам. Значит, у пророчества есть несколько форм изложения, и несколько направлений. Одна форма изложения – наставительные пророчества, другая форма изложения – утешительные пророчества, третья форма изложения – вразумительные, обличительные пророчества. Но в пророчества могут быть смешанные формы, могут быть директивы, приходящие от Бога на настоящий и будущий момент, может быть сообщение о будущем, но чаще всего здесь можно говорить, что тогда в пророчестве действует слово «знание». Слово «знание» включается в человеке… Это дар слова «знания». Да, слово «знание». Сообщает ему информацию будущего, и дар слова «знания», он как бы переплетен иногда с пророческим служением. Иногда пророчество совместное. Бог говорит утешение, наставление и какие-то детали о будущем, совершенно новые откровения, о которых человек вообще ничего не знал. Но давайте вернемся, я говорю, каждый может пророчествовать. Что такое дух пророческий? Дух пророческий – это способность в духе прочувствовать отношение Бога к определенной личности или к определенной ситуации. То есть человек предвидит, имеет впечатление, имеет ощущения, убеждения, импульсы, внутреннее настроение, приходящее от Бога. Это сверхъестественная способность видеть корень вещей. Вспомните, как Аввакум говорит, я в стихотворной форме сейчас скажу, «Я стою на своей страже, как Аввакум, стою на башне, ожидая, что ты скажешь, ибо слово твое важно. Если я ожидаю слова от Бога, Аввакум говорит, я встал на страже своей, чтобы получить слово от Господа. Если бы Аввакум не сосредоточился, не настроился получить слово от Господа, он бы ничего не услышал. Мы должны свой дух сосредоточить и настроить, получить слово от Господа. Но для этого есть пункты, которые приводят к откровению. Для этого есть шаги, которые приводят к откровению, которые тоже необходимо пройти. В прошлый раз я говорила, для того, чтобы получить слово от Господа, нам необходимо много молиться на новых языках. Есть много вариантов или есть много даров, ступеней, приводящих к движению Божьему в твоём духе. Как Дух Святой может двигаться в твоём духе? Тебе нужно посвящение. Если ты не имеешь никакого посвящения, если ты не удостоверен в Боге, ты не можешь получить откровения. Если у тебя нет поклонения, если ты никогда не превозносишь имя Божие, если ты не славишь Бога, если ты не умоляешься перед Ним, у тебя не будет откровений. А если сосуд нечистый, будет ли откровение? Будут откровения от демонического мира или от души. Или от души. То есть это будет проявление уже лжепророчества или псевдопророчества, или смесь этого всего вместе взятого, да? Да, я сейчас бы, наверное, вернулась к понятию поклонения. Я сказала, важно поклонение. Поклонение — это не только три песни поклонения, которые мы поём на собрании. Поклонение — это состояние сердца. Это посвящение всей своей жизни Иисусу Христу. Это посвящение без остатка своих настроений, своих целей, своих планов. У меня нет никаких моих собственных планов. Нет! Всё, что я имею на будущее, я советую с Богом. Что ты, Господи, хочешь для моей жизни? Сейчас, когда я ехала в Америку, это не был мой план. Я спрашивала Бога, Господь. Когда я получила приглашение, я спрашивала Бога, Господь, ты желаешь, чтобы я посетила Америку? Что ты желаешь, чтобы я там сделала? В прошлый раз мне Бог конкретно сказал, планы не строй, маршрут не делай, придайся руке моей. Ты поедешь туда, где мне нужно быть, и поможешь тем, кто нуждается в помощи. Поэтому, как ты говорил, когда большие церкви говорят мне слово «нет», мы не можем принять тебя на кафедру. Во-первых, я никогда не обижаюсь. Во-вторых, я понимаю, что я женщина, и для многих пятидесятнических церквей моя фигура неприемлема, как женщины-служители. А в-четвертых, то, что на ушах у тебя. Может быть. Но я понимаю другую сторону. Бог имеет с нами отношение с нашим Духом. И поскольку Бог имеет отношение с нашим Духом, Он рассматривает нас как личность во Христе Иисусе. Потому что Павел говорит, во Христе Иисусе нет ни мужского рода, ни женского. Конечно, я не собираюсь перепрыгивать границы Богом установленные. Пастор должен быть мужчина, пастор или муж, глава семьи, жена подчинённая. Но я очень понимаю другую ситуацию в духовном мире. Бог благословляет нас для служения Его телу. Даже не обращая внимания, мы мужчины или женщины, мы дети или старики. Потому что Бог ищет в себе Дух подчинённый. Поэтому написано в Старом Завете, вы помните, «Искал я среди них человека, по-моему, Зикей, которого бы я мог послать, который построил бы стену». Стену, и стал в проломе. И стал в проломе. Понятие «встать в проломе» было для меня незнакомо с самых детских лет. Я думала, что мне надо делать, чтобы встать в проломе. Оказывается, в древние времена, когда стену пробивала стенобитная машина, и была опасность того, что воины снаружи пойдут по стене и доберутся в город, кто-то из города должен был выйти наружу, построить стену и запереть себя от города и предать себя смерти снаружи. Таким образом, построить стену или встать в проломе не означало, что ты где-то спрятался за углом и стреляешь противника. Это означало, что ты предал себя на смерть для защиты этого города, потому что стену закладывали с обратной стороны, со стороны противника. Вот что значит встать в проломе. Готов ли я встать в проломе? Женщина я или мужчина? Готов ли я посвятить себя Христу? Нет, ты должна брать во внимание, что в нашем движении евангельском, в пятидесятическом учении место для сестры пророка, пророчица, это нормально. То есть здесь никаких споров нет. Нет, в основном, наверное, в подавляющем большинстве, наши сестры, это как раз и те, которые несут пророческое служение. Поэтому относительно твоего участия в этом служении, это все нормально. Я соглашаюсь, потому что мы в Библии много раз находим. Четыре дочери пророчица, еще и пророки были там вместе собраны. А в отношении того, что я обучаю пророческие семинары, я знаю, что это Божье призвание. У меня вообще не было способности преподавать, никогда. Я всегда говорю, я круглый ноль. И то, что я сейчас являюсь, это заслуга благодати Божьей. Я не могла даже разговаривать. Юрий, я заканчивала 10 класс, и я не могла произнести несколько предложений. Настолько я запутывала мысль. Но когда в 14 лет я приняла решение, что я буду миссионеркой всю свою жизнь, я стала просить Бога, чтобы Он благословил те элементы моих возможностей, которые у меня отсутствуют. Например, способность виторическую. У меня не было этой способности, способность вести себя в обществе свободно. Я всегда очень всего боялась, я боялась общества. Я не смелая была по характеру в отношении общества. Но когда я посвятила себя Христу, пришел Дух Божий. И Господь дал даже мне видение еще в начале моей юности. Одна женщина видела видение, я сказала, нет, для меня видение. Она видела, что всю свою жизнь я буду растить виноград. И что когда-то, когда мне будет лет 45-50, придут народы, чтобы питаться этим виноградом. Она сказала, я вижу, что ты отгоняешь птиц и лис и других животных, которые пытаются сорвать эти ягоды, но ты будешь все в процессе лет сражить этот виноград для того, чтобы вырастить его. Конечно, это образ, мы понимаем, что в видениях есть образ. Но когда наступит полнота времени, Бог пошлет тебя в разные страны, ты будешь служить многим народам. Она сказала, что она видела разные-разные народы. И еще, что для меня было великим удивлением, в этом видении было место для служения освобождения. Она говорила, что я вижу, разные народы идут к тебе, и ты раздаешь им виноград, но все они одержимые. Кто сено жует, кто царапает сам себя. Люди искривленные, уродливые. Понятно, что, может быть, они физически красиво выглядят, но душа уродливая, искривлена жизненными ситуациями. Когда ты получила это, ты говоришь, много лет назад. 19 лет мне было. Пророческое слово. Да, это слово видения пророческое. То есть, да, пророческое. Оно сопровождало тебя в твоем служении постоянно, или периодически ты вспоминала, или ты стояла в этом, ты приняла это настолько, что ты знала, что ты знала, что ты знала, что это твое служение, что Бог поставит тебя в пророческое служение. Или были сопутствующие факторы в лице пастырей, в лице наставников, в лице, может, папы, мамы, которые говорили, ты заполучила это. То есть, давай, упражняйся в этом. Очень важна среда, потому что очень многие получают то, что ты получила. Но затем, если неправильная среда, оно быстро улетучивается. И человек, вместо того, чтобы держать фокус на полученное от Бога, он начинает перефокусироваться, потому что, может, среда не способствует, потому что друзья, может, общество и прочее. То есть, ты стояла твердо, как мы говорим, непоколебимо. И ты знала, что ты знала, что ты знала, что ты знала. Ты поняла мой вопрос? Да, я поняла твой вопрос. Юра, я всегда шла против течения. Ну да, это правда. Пусть тебя это не удивляет. У меня не было противодействующей среды. Нет, меня не удивляет. Может, зрители удивляют меня. У меня была противодействующая среда. Понятно. Даже в тех церквях, где я воспитывалась, не воспринималась ни служения пророческой со стороны сестер. Я была молодая. Ни служения слова не воспринималась. Мы с нашей семьей, с моими сестренками постоянно евангелизировали. Но не только это видение держало меня. Меня держало множество откровений, которые в процессе молодых лет Господь мне показывал. Мне Бог показывал откровение о том, что я буду изгонять бесов. Это был сигнал удивительного направления. Я тогда не представляла даже, что я могу когда-то изгонять бесов. Господь показывал мне, что я буду воскрешать мертвых, что я буду исцелять больных. Я поверила в сердце этим откровениям. Они были неоднократные. Они утверждались, утверждались и утверждались в процессе лет. Ну-ка, насчет воскресения мертвых. Я видела несколько человек, которых я должна буду воскресить во сне. Я видела женщину одну, которую я должна буду воскресить. Я видела людей, с которых я изгоняла бесов. В процессе жизни все эти фигуры встретились на моем пути. То есть воскресение мертвых еще на пути. Понятно. Да. Я видела, что я буду исцелять больных, но я также много видела людей, очень сильно пораненных. Когда я куда-то ехала, чтобы евангелизировать, потому что только последние пять лет я служу в семинарах пророческих. А до этого я всегда была евангелист. Я везде путешествовала с целью евангелизировать, спасать людей. И если я куда-то ехала, чтобы вести души попечения или евангелизировать, Бог в видениях, в откровениях мне показывал, даже количество людей, которые придут на евангелизацию, будут освобождены или спасены. Во снах показывал. Например, я провела небольшую лекцию среди еврейской знати в городе Вюрсбурге. И они очень требовательный народ. Они сказали, если не придет человек, у которого два института, мы даже слушать не будем. Я сказала, Бог, у меня три института благодаря Тебя, хотя я закончила только десятилетку. Но если Ты наполнишь мои уста, я смогу быть принята этим обществом. И когда я им проповедовала полчаса, они с великим удовольствием слушали. Но вопрос не в том, с каким они удовольствием слушали. Вопрос урожаи. Какой принесла эта проповедь урожай? Какой плод принесла? Господь мне показал, покаяться шесть человек. И когда мы предложили этому собравшемуся обществу, это было в Баптистском доме, я предложила им преподать истину немножко о пророчестве и сказала, что Господь может сообщать вам вашу ситуацию, ваше будущее, что у меня есть такой дар. Они вообще не могли, конечно, с этим разобраться, потому что они только покаялись. Пришло пять человек, и когда Дух Святой через меня стал возвещать им их характеристику, их позицию, их ситуации, их ситуация даже на работе, в семье, они были настолько шокированы, тронуты, что они сказали, истинно с вами Бог. Я тоже была шокирована, потому что я обычно пророчествую верующим, и такие детали не выясняет Бог. Знаешь ли ты, что евреи, как мы говорим, не воцерковленные, ну, как мы говорим, которые атеисты даже, много евреев, к удивлению, атеисты. Там и были атеисты, все были атеисты. Они настолько привязаны к такому, как мы говорим, проявлению, как шептуны, говоруны, то есть они настолько привязаны к гадалкам. Дилу даешься, ты включи некоторые, тебе не надо это делать, ну, к примеру, некоторые русскоязычные, еврейские, светские телеканалы, и ты будешь удивляться. Сплошь и рядом из экрана льется спиритизм, ярко выраженный. Как это может быть? Совершенно верно, кабала. Поэтому, когда они, ты говоришь, когда они увидели, что ты в духовном, в мире вторгаешься в их сферу, то есть для них это не новое. Они постоянно обращаются, как я их называю, шептаной, говораной, всякие спиритические проявления, поэтому для них это естественно. То, что они делают это в темном мире, то, что они прибегают для того, чтобы что-то получить из своего настоящего, заглянуть в будущее, используя демонские влияния, это второй вопрос. Но то, что они верят в какие-то духовные силы и проявления, это факт. И поэтому, когда ты говоришь, они увидели, говорят, что поистине не с тобой Бог, это... Они сказали, ты как в воду смотришь. Видишь совершенно верно. Хотя в Бога и не верят, скажем так. Ну или не верили. Но там были академики, люди высокого глаза. Конечно, они не верили в Бога. Для них было это утверждение духовной реальности. Если Бог знает характеристику их жизни, а я вижу их первый раз, спрашиваю имя и докладываю досье об их жизни, они удостоверились, что Бог реален, Он с нами и Он говорит через нас. Давай мы теперь рассмотрим, для чего нам нужно водительство Духом Святым? Зачем вообще мне знать волю Божию? Почему я должен подчиниться Христу? Я как христианин имею ясность в этих направлениях или в направлениях этих вопросов. Но для неверующих совершенно непонятно, почему же нам нужно подчиняться Богу, что Он лишает нас самостоятельности, индивидуальности, делает нас своими рабами. Получается, смена адресата, сначала я был раб греха, а теперь я стал раб Богу? Совершенно нет. Но я должен подчиниться Христу, так показывает Библия во всех аспектах ее, что Бог предлагает мне добровольное подчинение, добровольное согласие с Его изъявлением воли. Итак, первая причина, почему я должен подчиниться Христу? Потому что я выкуплен из плена тьмы, я выкуплен из рабства греха, из рабства бесовской силы. А так как было в старину это понятие, ясно, что значит выкуплен. Выкуплен от одного хозяина, переходишь к другому хозяину. Заплачена огромная цена, не заплачена цена финансов, цена золота, заплачена цена жизни. Потому что Иисус оплатил ценой жизни за меня, выкупив меня из плена, я должен ему повиноваться, не как раб, а как сын. У нас теперь сыновские отношения. Я повинусь Богу не с рабской точки зрения, а с точки зрения радости отношения к отцу. Итак, я выкуплен, и поэтому я буду повиноваться ему как отцу. Вторая причина, почему я должен повиноваться Богу, из-за Божьего суверенитета. Суверенитет это Божье право на абсолютную власть и управление каждым своим созданием. Бог не подчиняется никому, и никто, ничто, извне его самого, не может влиять на него. Он всегда поступает как ему угодно, только как ему угодно. Почему Бог так поступает? И Он всегда прав. Бог управляет событиями моей жизни и делает это не потому, что это правильно, но это правильно, потому что это делает Бог. Вот если мы будем смотреть с этой точки зрения, Бог абсолют, и все, что Он планирует, все, что Он определяет, все, что Он советует, все, чему Он направил быть, всегда абсолютно И если я понимаю суть божественного назначения моей личной жизни, моего личного происхождения, если я понимаю суть божественного назначения моего пребывания на земле, я с удовольствием подчиняюсь Богу, потому что это совершеннейший вариант во вселенной. Ты знаешь, Наля, ты так красиво говоришь, мне страшно тебя перебить, хотелось бы так, чтобы ты продолжала. Вот то, что он абсолют, мы видим в условиях нашей Америки, когда западная церковь, как мы говорим, она добавляет к этому абсолюту, она постоянно что-то добавляет, к стыду и к сожалению, добавляют. Да, он абсолют, да, его истина абсолютно, но добавляют примеси. Да, это суверенный Бог, но вот чуть-чуть этого я еще добавлю, чуть-чуть вот этой лжедоктрины добавлю, чуть-чуть вот этого мнения, мышления, чуть-чуть толерантности, потому что он то абсолют, ну а как же быть с мусульманами, ну а как же быть с буддистами. Да, единственный путь к Богу, это личность Иисуса Христа, и в ней его нет спасения, да, но кроме Иисуса Христа есть дороги, ведущие также к Богу, и мы слышим это сам вонам, к сожалению, поэтому ты очень верно подметила, он абсолют, есть абсолютная истина, есть относительная истина, есть фундаментальная наука, а есть прилагательная наука. Так вот, Бог, это фундаментальная единица, все остальное, оно прилагательное. Фундамент и настройка. И настройка, все остальное, оно, это предаток, это где-то сбоку, это, а вот это, если вот это то, что сбоку добавляют, если оно вытесняет фундамент, это уже, корабль-курш, это катастрофа, поэтому продолжай, наверное. Так что Бог управляет событиями моей жизни и делает это не потому, что это правильно, но это правильно, потому что это Бог делает, потому что это откровение, или это истина, или это план, или это утверждение исходит из Его совершенной воли. Бог — первопричина всех событий, либо своей учреждающей воли, либо своей созидающей воли. Бог допускает некоторые события в моей жизни, потому что действия, которые производит Бог в моей жизни, созидают меня, поэтому я должен принять Его совершенную волю, как абсолют, для моего собственного созидания и созидания окружающей обстановки, окружающей среды вокруг меня. Однако каждое действие Божие, совершаемое им, происходит по Его утверждению, по характеристике, по Его природе, которую Он изначально имел от создания мира. Всякое действие Божие совершается им в полном соответствии с Его природой. Бог никуда не отходит от своей характеристики, поэтому мы настолько можем доверять Богу, потому что написано «Бог не изменяется». Бог неизменный Бог, и из-за того, что Он неизменный Бог, мы можем надеяться и уповать на Его Слово, которое Он оставил для нас, потому что это Слово всегда истинно, всегда твёрдо, всегда верно. Следовательно, познание Божьего суверенитета и понимание, что только Его воля исполнится, даёт нам абсолютную уверенность в Нём. Вот фундамент этой уверенности Библия и Слово Божие. Таким образом, можно сделать вывод, что послушание — это Божье установление, и Он усмотрел его как средство для достижения цели, чтобы только Его воля исполнилась. Но покорность не есть призыв к полной капитуляции, приводящий к духовной пассивности. Покорность — это Божье установление. Покорность — это тождественное сотрудничество, чтобы мы могли совместно с Богом исполнять Его волю. Если я буду своевольно проходить жизненный путь, не вопрошая Бога о Его воле, не вопрошая Бога о Его интересах, я буду проходить путь индивидуальный, чуждый для Бога, и результат, к которому я приду, будет чуждый Божественного результата. Бог хочет совместно со мной действовать во Вселенной, действовать через дары откровений, действовать через дары чудотворений, действовать через дары силы. И для того, чтобы он мог работать тождественно или совместно со мной, я должен полностью покориться и подчиниться ему. Бог проводит свои планы при участии человека. Его проведения и планы могут осуществиться, но я должен сказать свое «я». Итак, мы получаем потрясающее предложение. Войти в божественные возможности, войти участниками в его дела через дары Святого Духа. Водительство Духом Святым сказано «Все, водимые Духом Божьим, есть дети Божьи». Что значит водительство Духом Святым? Кто был первый водим Духом Святым? Иисус, Сын Божий. Он был первопроходец, он был пионер, который показал, как осуществляется водительство Святым Духом. Оно осуществлялось через связь с Небесным Отцом. Небесный Отец посылал ему импульсы, посылал откровения, посылал знания, посылал проекции в его Духе, которые он воспринимал, как радио воспринимает импульсы от радиостанции и передает информацию для уха слушателя. Также и Дух Святой посылает нам информацию в наш Дух. Мы воспринимаем эту информацию при чутком внимательности, при чутком прислушивании к Духу Святому. И тогда мы можем поступать соответственно Божьей истине или Божьей линии, которую он предлагает для нас. Иисус показал нам путь подчинения Отцу в каждом слове и в каждом действии. Он подтвердил, насколько он признает и почитает его суверенитет. Итак, послушание — это не попытка понравиться Богу, это почтение божественного авторитета и божественного суверенитета. Иоанна 6,38 написано, для чего пришел Иисус? Я пришел для того, чтобы творить волю Отца. Многократно Иисус напоминает, я всегда делаю то, что угодно Ему. Как Он мог знать, что угодно Богу? Где была эта программа описана? Получал ли Он каждый день расписание на целый день? Конечно, нет. Он был всегда на связи со своим Отцом. Он слышал Его голос внутри, Он осязал Его присутствие, Он поклонялся Ему, Он общался с Ним, проводил с Ним целые ночи. И поэтому Духом Своим Он воспринимал информацию. Некоторые люди говорят, но это же Иисус, это Бог, конечно, Он должен был быть на связи. Но не забудьте, дорогие слушатели, дорогие телезрители, что Иисус, несмотря на то, что Духом Своим Он являлся Бог, Он был человек. Он был Бога-человек, воспринявший физическое тело, физически ограниченные возможности, физически ограниченные способности. Поэтому для того, чтобы общаться с небесами, Ему также нужно было приходить к Отцу на связь, молиться, говорить с Ним и получать от Него сведения, как Он должен продолжать свою деятельность на завтрашний день. Снова не хотел бы перебить, почему Христу, как ты думаешь, было тяжелее устоять в искушении, тяжелее выстоять до конца, хотя Он, как ты говоришь, был и Бог, и человек. Почему тяжелее, чем любому из нас? Ты готова к ответу? Если нет, я где-то внутри себя нарисовал ответ на этот вопрос. Я как-то никогда не сравнила, что Ему было тяжелее, но могу определение такое дать. Иисус был безгрешной личностью. Он совершенно не заслужил поражения. Он не заслужил побои, Он не заслужил смерть. Поэтому добровольное принесение себя в жертву – это совсем другая эмоциональная позиция, чем наказание, принятое за соделанное действие. Когда мы понимаем, что нас наказывают за наши провины, где-то внутри себя мы осознаем, мы заслужили и поэтому получим по делам. Но Иисус, Он даже умереть не мог, потому что грех не имел над Ним власти. Поэтому в Библии Исаии 53 написано, что лик Его был обезображен больше всякого человека. Я долго думала, почему больше? Потому что Иисус был практически замучен настолько физически, внешне и внутренне, что простой человек давным-давно испустил бы дух. Его тело уже было разорвано на куски. Никакое физическое существо не может выдержать такое количество побоев, такое огромное давление унижения и издевательств, как выдержал это Иисус. И тело, разорванное на куски, практически умирает в первые несколько секунд. Он не мог умереть, потому что грех не имел над Ним власти. И плюс к этому, Нелли, я выхватю одну мысль, которую ты сказала. Христос не имел права на ошибку. Вот если так можно по отношению к Нему произнести это, Господу, я скажу в смирении, Он не имел права на ошибку и не имел права на грех. И глубоко это осознавал. И плюс, там, где мы в нашем любом духовном состоянии, там, где мы у какой-то черты не выдерживаем, кто-то падает. Согрешаем. Написано, кто не согрешает, тот человек не согрешает. Совершенный. Иоанн говорит, если кто говорит, что он не согрешает, истины нет в нем. Обманывает сам себя. Обманывает сам себя. То есть, там, где... Вот человек, мы, почему мы постоянно прибегаем к милости и к прощению? Иисус Христос никогда не прибегал к прощению, к своему Отцу за прощением, не прибегал. Почему? Он никогда не просил прощения. Мы же, мы же у черты, Христос, когда был у черты, он понимал, как человек, что он не имеет права переступить черту. Потому что, если бы он упал, если бы он споткнулся, если бы он согрешил, все силы ада восстали бы в рукоплескании. Ура бы неслось огромное из преисподней. Дьявол был, видите, вот, вот, что ваш Спаситель, вот на кого вы полагаетесь, вот на кого вы уповаете. Он упал, он согрешил. У него не получилось, и у тебя не получится. Ты мой раб. Поэтому Христос не имел права на ошибку. Там, где мы, как только в тяжелейших испытаниях, трудностях, в тяжелейших искушениях, если хотите, в тяжелейшей, ну, в нашей долине, мы падаем. А он не имел права упасть. Вот почему ему тяжелее было. Ему было намного тяжелее выстоять, чем нам. У него была безвыходная ситуация. Только победа. Только победа. Продолжаем. И он победил, а благодаря чему он победил? Благодаря тем же, тому же содействию Святого Духа, о котором мы сегодня рассуждаем. Совершенно верно. Нам нужно содействие даров Святого Духа, чтобы быть победителями, чтобы исполнить волю Отца. Мы в начале темы задели только одно направление, только одну тему. Творить волю Отца, совместное сотрудничество. Но есть и другая сторона. Дух Святой дает нам откровение и действие сверхъестественного порядка, чтобы сделать нас победителями внутри себя. Дух Святой подсказывает нам, где нас ожидает ловушка. Дух Святой удерживает нас, вразумляя нас, оберегись, оберегайся. Здесь искушение, здесь будет покушение на тебя. Поэтому Иисус тоже получал информацию от Духа Святого, вразумление о том, где сатана пытается настичь его. Но благодаря еще одной важной детали, хоть он принял тело человека, Иисус. Мы знаем, он был рожден от Марии, но Дух его пришел от Бога. Поэтому Иисус не принял греховную плоть с живущим в ней законом греха. То есть родословие от греховного Адама по мужской плоти было разорвано. То есть там не было родословия, идущего от греховного Адама, потому что он был зачат от Духа Святого. Мы знаем, что Дух человека передается через хромосому. В хромосоме вся программа жизнедеятельности будущего организма. Хорошо, держи мысль. Написано и дунул дыхание жизни Адама. И стал человек душою живою. Так вот, что Бог всемогущий, что Бог небесный, что он дунул? Он вложил частицу себя, он вложил свою собственную личность в человека. Вот поэтому Дух не может умереть. Вот то, что он дунул, то есть мы не знаем, я не знаю, может ты знаешь. Своё естество в дунул. Может, богословы знают, вот этот, когда рождается новый человек, новая душа, как мы говорим. Ты имеешь в виду физически? Физически, да. Оно идёт, передаётся от того первоначального дуновения, вот эта частица божества. Ну, Бог же постоянно не дует на новорождённого. Или ты как понимаешь? Я понимаю, это как написано в Библии, что Бог установил закон «плодитесь и размножайтесь» и дал способность человеку для размножения. И поэтому Бог вложил эти возможности в гены человека, в хромосомы вложил, для того, чтобы через хромосомы появлялось новое поколение, чтобы образовалось новое поколение, чтобы образовались эмбрионы. Я говорю о бессмертии. Ах, что, я думала? Я говорю сейчас о бессмертии. Дух бессмертия, вот бессмертный дух, который мы получили. Мы же не получаем, мы же не получаем, дух бессмертия откуда берётся? От первоначального дама, когда вот я применил... Конечно, бессмертный дух идёт по поколению. Вот, 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 вот это я хотел услышать. Потому что я знаю, что есть такая наука, я думаю, это связано как-то с православием, и есть даже такая пословица «даст Бог душку, даст и краюшку». И понятия у людей, укоренённые, уже закоренелые понятия, что физическое тело происходит от женщины, а дух приходит откуда-то с небес и присоединяется потом к физическому телу, и происходит эмбрион. На самом деле это неправда, потому что закономерность передачи духа происходит через хромосому, передача крови происходит через хромосому. Это закономерность передачи духа от одного человека к другому человеку. Это божественные установки. То есть душа человека в крови? Да, душа человека в крови. Оттуда и берутся хромосомы бессмертия? Конечно. Дух заложен в хромосоме. Я сейчас не буду в детали вдаваться. Например, когда человек имеет проблему бесплодия, и для того, чтобы выяснить, способны ли семя для размножения, яйцеклетку соединяют со спермой в пробирке. И дух настолько жизнеспособен, находящийся в этой хромосоме, что он может жить даже в пробирке в течение 3-4 дней, но потом из-за несоответствующей внешней среды, химических элементов не хватает для питания и размножения, он умирает. Так что Бог вложил в нас силу жизни и способность к передаче духа жизни в следующее поколение. Но через специальные божественные утверждения или божественные физиологические возможности. И законы. И законы, да. Здорово, здорово. Итак, сегодня наша тема – это вводная, я так понимаю, к следующим темам, которые все-таки пойдут углубленно в служение пророческое, в служение пророков. Сегодня вводную мы делаем относительно того, все-таки важность работы Духа Святого, водительства, ты говоришь, Духом Святым в жизни христианина, да? Да, у меня есть Отец на небесах, и поэтому я советую с ним, что мне делать в жизни. Я не иду к человеку. Конечно, я понимаю, что есть жизненные ситуации, которые мы можем разрешить между собою. Через совет у людей, через государственные законы, через знания и опыт собственные, лично. Но есть судьбоносные вопросы, которые мне необходимо решать только с Богом. И Бог может даже заранее открыть, какая постановка судьбы будет, есть в его проекте для меня. Поэтому, например, мне Бог очень многое показал, еще 18 лет. Он только не показал, за кого я выйду замуж. Например, я видела в видениях, что у меня будет трое детей. Первый мальчик родится, белобрысый, второй тоже мальчик родится. И где-то вдали будет девочка. На факте все так и есть. Потом было еще одно видение, которое меня несколько смутило, потому что я видела пять маленьких головок, и я слышала голос, который произнес, это твои дети. Но впоследствии, в процессе жизни оказалось так, что у меня на самом деле было пять детей зачато, и двое отправились на небеса. Это были ранние роды или выкидыши. И только трое осталось на земле. Так что и то, и другое откровение, оказывается, соответствовало. И диссонанс, который меня пугал вначале, он потом пришел в порядок. Было ли у тебя такое состояние временами, когда ты вынуждена была отсеивать? Видение или откровение? И видение, и пророчество, и видение, и сновидение. Когда ты искала у Господа откровений и ответа, чтобы отсеивать лже от истины, плевелы от пшеницы. Конечно, было. Видишь, в Библии написано, что помыслы сердца человека зло во всякое время. И ум человека суетен. Из-за нашего суетного ума, из-за перегруженного настроения ума, человек может запутаться, где пришло откровение от Бога, а где настойчиво диктует программу его идея, его ум. Или желание чего-то. Или желание, или душевное утверждение, или душевное настроение. Поэтому начинающие пророки, они все делают ошибки. Конечно, у меня тоже были ошибки. Конечно, и я замечала, что мне приходилось иногда извиняться, сказала, я говорила, простите, вот такая деталь, я с ней даже сама внутренне не очень согласна. Потому что очень трудно увидеть, заметить, корректировать, где у тебя во время пророчества прошла душевная фраза, твое внутреннее утверждение, твое предположение, или где был прямой текст от Бога. Это все дело практики. Впоследствии я научилась распознавать, где моя возбужденная или перевозбужденная натура пытается подсунуть мне информацию, мой разум, чтобы я ее приняла. Поэтому очень важны условия, в которых приходит откровение. Мир сердечный — это главное условие для откровения. Если я в состоянии переполоха, в состоянии перегрузки, если у меня много идей, и я не знаю, какое из них правильное, какое решение принять, тогда в этот момент я не могу получить откровение. Мне нужно занять нейтральную позицию, даже в отношении своей судьбы, в отношении своей жизни, и тогда Бог может проговорить в мое сердце. Например, вопрос свадебный. Люди часто спрашивают меня, можно ли вопрошать Бога о свадьбе? Я говорю, нет, нельзя. Почему? Потому что судьбоносные вопросы Дух Святой должен сообщить в твое собственное сердце. Каждый пророк может ошибаться, особенно если он знает вопрос. Каждый пророк может иметь предвзятое мнение. Ой, я не хочу, чтобы ты женился на этой или на этой, или у меня есть интерес какой-то персональный. И поэтому я не выдам даже то откровение, которое у меня есть, потому что откровение Божие иногда не соответствует моим предположениям, моим представлениям, моим интересам. По той причине я объясняю людям, я могу иногда помолиться с вами для утверждения уже имеющегося откровения, но я никогда не молюсь о том, есть ли воля Божия на сочетании с тем, с той или иной личностью. Конечно, Бог... Когда тебя испытывают, Нелли? Тебя испытывают... У нас нет таких понятий, как испытания. Понятно. Испытания в практике, все откровения соответствуют, зачем испытывать? А испытывают ты лже-пророки или от Бога-пророки? У нас нет таких понятий. Окей. У нас вообще никто никого не испытывает. А у нас в педиседическом служении есть. Вот тебя пригласили на молитву, ты впервые попала в среду. Не в среду, как в день недели, но в общество попала, в среду, да? И тебя служитель решил испытать. А ну-ка я проверю, от Бога ли она или ожидать нам другую. И говорит, так, мы загадали, мы что-то имеем. А ну-ка теперь пусть Бог через тебя проговорит и скажет. И если это то, что мы загадали, ты истинный пророк. Как ты реагируешь? Если есть у тебя такое, как ты реагируешь на это? Вообще вот эта система небожественного происхождения. Это гадалки какие-то, да? Этот сценарий усложняет ситуацию пророка, потому что пророки всегда находятся в беспокойстве. У них происходит повышенное напряжение, когда им вот такие тайные вопросы задают. И поэтому очень трудно дать ответ. Человек настолько должен иметь высокий духовный уровень и глубокое доверие к Богу, чтобы произнести сейчас речь, вообще не осознавая, о чем он говорит, в какую сторону направлен вопрос, где цель и фокус этого вопроса. Поэтому, когда мне люди предлагали молиться в тайной нужде, я очень редко соглашаюсь. Почему? Потому что пророку намного легче воспринимать то, что он понимает. Если мы предварительно ходатайствуем о вопросе, о нужде, о ситуации, поставленной перед пророком, и потом идет ответ, я наблюдаю за ответом, идет ответ по существу или рядом да около. Если вопрос не отвечен конкретно, не отмечены пункты, которые интересовали человека, я тогда говорю, я вижу три проблемы. Первое, вопрос не промолен. Второе, недостаточный уровень помазания сейчас у меня, как у пророка. Даже такое бывает? Конечно. И поэтому идут поверхностные ответы. Третье, возможно, ты поставил неправильный вопрос. Если человек задает тайный вопрос, это очень сложно определить, потому что иногда люди задают два-три вопроса вместе, они делают мешанину. И пророк, он в духовном мире как бы теряется. И я тогда говорю человеку, промолился ли ты? Давай сначала промолимся о твоей нужде. Второе, давай поклоняться, давай как Елисея позовем гуслиста, давай позовем Духа Святого, чтобы он наполнил нас, давай молиться на языках. И готов ли ты принять Божье Слово? И третье, пророк, если это тайная нужда, он не может находиться в состоянии мира. Он очень напряжен. Тайные нужды всегда усложняют ситуацию. Я, конечно, иногда молюсь о тайных нуждах. Наш пастор иногда вопрошает, епископ один из церквей вопрошает о тайных нуждах. Я говорю, я доверяю вам, поэтому я буду молиться, доверяя Богу. То есть предварительно ты более склонна промаливать, а затем уже молиться об этом, чем просто вот так говорит Господь, это то и то о вашей тайной нужде. То есть ты готова промаливать более... И более склонна, и я вижу эффектность этого метода, эффективность этого метода, потому что тайные нужды... Часто я слышу, какие идут ответы, вокруг да около, приблизительно, какие-то контуры. А человек хочет получить конкретный ответ. И чтобы получить конкретный ответ, нужно промолить эту нужду. Нужно, чтобы сам пророк тоже поучаствовал. Как? Что я имею в виду? Поучаствовал. Пророк принимает от Бога информацию, и он в долю секунды ведь может оценить информацию, идёт ответ по существу или вообще нет ответа, идёт какое-то наставление. Тогда я говорю человеку, я вижу, что Дух Святой хочет дать вам сейчас наставление. Поэтому примем то, что пришло, а потом, как дополнительную нужду, дополнительный вопрос, мы сейчас молимся о вашей бытовой нужде, личностной, судьбоносной нужде или ещё о чём-то. Или о всём остальном. Да. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Спасибо. Оставайтесь с нами на влиянии, оставайтесь на импакте. Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Будьте благословены. Иисус Христос любит вас. Иисус Христос любит вас. Иисус Христос любит вас.